Сегодня сотрудники полиции отметили двойное новоселье. Переезд коснется тысячи стражей порядка. Для их работы создали комфортные условия. На строительство зданий выделено более 600 миллионов рублей. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Строительство новых зданий – логическое продолжение реформы МВД. Это, отмечают полиции республики, должно отразиться на качестве работы сотрудников. В административном пристрое более 50 служебных кабинетов. С его вводом решится проблема нехватки мест для личного состава. Новые кабинеты пока пусты. Переехать сюда стражи порядка планируют до конца года. В 11-этажном пристрое разместятся сотрудники шести отделов и руководящий состав. Здесь обустроили большой актовый зал и музей МВД. Дата открытия новых зданий в историю службы будет вписана золотыми буквами, отметил глава региона. Для вас создаются самые лучшие благоприятные условия для служения отечеству. Это говорит о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ведет эффективную свою государственную политику для того, чтобы общественно-политическая ситуация на территории Российской Федерации оставалась стабильной. Сегодня рассчитываем мы на вас, уважаемые офицеры, что вы на самом деле, ведя сегодня два объекта, улучшите доверие граждан, жителей Чувашской Республики к правоохранительным органам. В этом оперативном центре все чебоксары как на ладони. Теперь именно сюда будет стекаться картинка с уличных видеокамер. Большой Брат контролирует сотни адресов и помогает управлять экстренными службами. Мы можем любыми средствами, которые у нас существуют сейчас в Чувашской Республике, в Чебоксарах, соответственно, мы можем отображать здесь на картах. И, соответственно, руководство, кто осуществляет руководство оперативного штаба, может принимать, соответственно, правильное решение для того, чтобы какие-то чрезвычайные ситуации предотвратить. На то, чтобы возвести административный пристрой, направили порядка 200 миллионов рублей. Еще 400 на строительство здания МВД по улице Дзержинского. Строительство этого здания по улице Дзержинского продолжалось пять лет. Проект сложный, раньше на этом месте не было ничего, кроме оврага. За счет республиканского и городского бюджета была построена новая дорога и перенесены коммуникации. Именно здесь разместится криминальный блок МВД. В его состав входят сотрудники уголовного розыска, отдела по контролю за оборотом наркотиков и отряд спецназа «Гром». Для тренировок личного состава оборудовали спортивные залы и специальный тир. Первый выстрел за министром. В новые лаборатории переезжают и эксперты-криминалисты. Здесь и специальная техника для изучения состава наркотиков, следов пальцев и распознавания голоса. Ветераны МВД говорят, что раньше о таком приходилось только мечтать. Бедные условия были, какая там техника была. А тут хочется и хочется работать. Но я уже давно на пенсии. Удивляюсь вот того, что так построили огромнейшие здания и создали такие замечательные условия. Работы на совесть. В этом году Чувашская республика – единственный регион, где были открыты новые здания МВД. Вообще, для преобразования службы за последнее время сделано немало. Недавно была введена в строй и новая ДНК-лаборатория. Мы же только через Казань обследовали. Сегодня практически все органы правопорядка обследуют здесь. Это по фактору времени намного улучшил по сроку следственные процессуальные действия. По разным правонарушениям и преступлениям. И в конечном счете решение суда выносится быстрее. Мы те денежные средства, которые были выделены гособоронзаказом, они на сегодняшний день освоены. На ближайшие годы намечены работы по строительству нового здания для сотрудников органов безопасности. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.